Главный тренер Рижского Динамо Владимир Крикунов навряд ли мог предположить, что когда-то он приедет работать в Латвию. Хотя судьба свела его с Рига еще в далеком 1976 году, когда он все же согласился на предложение Виктора Тихонова выступать за Рижское Динамо. Сейчас за его плечами уже 37 лет тренерской карьеры. Он работал с десятками клубов России, Беларуси, Казахстана и Словении. Возглавлял национальные сборные и не одну. А в 2008 году был даже консультантом сборной Латвии Олега Знарка на чемпионате мира в Канаде. Но сегодня контекст нашего разговора – Олимпийские игры в Пекине. Каковы шансы сборной Латвии в столице Китая? Что значит для подопечных Хария Виталинша отсутствие игроков национальной хоккейной лиги? Что будет решающим в игре латвийской сборной, в состав которой входят почти с десяток игроков Динамо? Наконец, можно ли ждать сенсации, какие мы наблюдали 4 года назад на предыдущих зимних играх в южнокорейском Кхенчане? Какие ваши ощущения, на что сборная Латвии способна, исходя из того, что энхэлосов нет? Могут ли наши ребята преподнести сюрприз? Запросто я скажу. Тут очень много будет зависеть от того, как вратари сыграют. Сыграют вратари хорошо, и ребята могут на самом деле здорово сыграть. У них, в принципе, неплохой состав. Так вот посмотреть, если да. Потом мы поработали хорошо тут со сборниками, с теми, которые были в Динамо-Риге. Хочется пожелать, чтобы в финале Россия и Латвия сыграли. Как вы считаете? Такой вариант исключать нельзя, но здесь на самом деле же такая ситуация, что не знаешь, кто сыграет. Скажем, шведы, видите, когда Абблса отпустили только первого числа, они еще играют. Сборная России остановила чемпионат давным-давно, и сборная готовилась давным-давно. А эти все команды едут, можно сказать, практически с листа играть. Вот интересно будет, оправдается ли эта подготовка и подготовка тех команд. Тем более вспоминаем события четырехлетней давности, когда в финале Россия и Германия играла. И там все могло повернуться по-другому, все мы знаем. Конечно, а кто думал, скажем, перед Олимпиадой, что немцы будут играть в финале и за 53 секунды будут выигрывать еще в сборной России. Владимир Крикунов сам дважды стоял у руля сборных на Олимпийских играх. В 2002 году его сборная Белоруссии стала четвертой в Солт-Лейк-Сити, а четыре года спустя сборная России также была четвертой в Турине. В жизни, наверное, все так вот получается, что где-то получаешь, где-то теряешь, да? Если мы с белорусами шведов обыграли, а там была команда, которая обыграла в предварительном где-то матче, канадцев обыграла 5-2 или 5-3 в одну калитку, как говорят, вынесла, да? И они не смогли поучаствовать даже в борьбе за медали, да? То на следующей Олимпиаде, когда мы на предварительном этапе, то есть сборной России, мы их обыграли 5-0, и там вариантов у них никаких даже не было, да? И они специально проиграли одну игру, да, чтобы на нас не попадать. И все, и так они дошли до финала и выиграли золотые медали. Понимаете, им как бы за то страшное поражение, можно так сказать, за что их там казнили в Швеции, да? Им как бы жизнь вернула все. 71-летний российский специалист рассуждает про ответственность тренера на Олимпиадах. В чем тут отличие? Ну, наверное, интереснее гораздо, потому что тут собираются все самые сильные игроки мира, да? И мы обыграли канадцев, они бедные. У них и билетов даже не было в Турине. У них билетов не было, они не знали, как на чем лететь домой. У них билеты были только, они же должны до финала были дойти и выиграть, как бы, да? А мы их обыграли, и вы них там, понимаете? И, конечно, этот турнир такой олимпийский, когда участвуют все. Я знаю, что лучшие игроки этим мира, я знаю, что они все хотят играть на Олимпиаде. Да, к сожалению, вот в этот раз и не получилось из-за этого ковида тоже сыграть, да? Но, в принципе, ребята все хотят играть на Олимпиаде. А потом, это же и почетную Олимпиаду выиграл чемпионат мира, кубок Стэнли, кубок Гагарина. Ну да. Все вкупе, да. Наставник рижского «Динамо» Владимир Крюкунов не столь категоричен во мнении, что главный фаворит Пекинской Олимпиады – хоккейная сборная России. Должны быть, да? А как оно будет на самом деле, это тяжело сказать. Уж очень большая чехарда была перед Олимпиадой, да? Помните, там одного тренера назначают, один состав тренеров, на следующий день вдруг другой состав тренеров, потом одни советники, потом другие советники. И к чему это все приведет? Ну, не знаю. И отправить на Олимпиаду команду без тренеров практически, да? Ну, он не работал же никогда же, но тренером. Это все-таки совсем другое. Как мне сказал один из моих коллег, говорит, я, говорит, уже сколько чемпионатов провел, сколько лет работаю, и то на чемпионате мира, вот последним здесь в Риге, допустил четыре ошибки, я считаю. А как он, говорит, будет там? Федоров, он тоже мало работает, как бы, и Кудашов год до этого тоже отдыхал. Так что не знаю, как это будет, но интересно будет смотреть. Вы опытный тренер. Скажите, вот то, что Харри Виталинч четыре года назад вместе с Олегом Знарком взяли золото на Олимпийских играх, может помочь Харри Виталинчу вот со сборной Латвии все-таки иметь какой-то опыт за плечами? Нет, ну это, конечно, это большое дело все-таки опыт, да? Мы же с ним общались перед началом его сбора, и до этого он приходил к нам, мы разговаривали там про игроков, я ему говорил то, как выглядит, и я ему сказал, что вот эти ребята хорошо работали в сборной Латвии. Он говорит, ладно, я их тогда поменьше буду, так поберегу, говорит, я говорю, да в принципе их можешь нормально, я говорю, все хорошо, готовы сейчас. Вот, и поэтому, конечно, опыт, он приходит вот с такими турнирами, с такими играми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!